Думаю, каждого из нас волнует тема коронавируса, ведь от этого зависит, как долго мы будем носить маски и ограничивать себя в общении. О ситуации с коронавирусом в городском округе Щелково, о темпах вакцинации мы поговорим сегодня с заведующей центром здоровья Щелковской областной больницы Татьяной Петровной Колосовой. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Действительно, тема очень актуальная. Ну, сначала расскажите, какая складывается ситуация в городском округе Щелково с коронавирусом, как проходит вакцинация и вот-вот ревакцинацию уже от нас даже сейчас спрашивают. Ну да. Городской округ Щелково, в принципе, очень неплохо повел себя в отношении вакцинации. На сегодняшний день у нас привито почти 95 тысяч нашего взрослого населения. Это больше 60% плановой цифры. Обращает на себя внимание то, что, к сожалению, снизилась активность населения возрастом 60+. Если 2-3 месяца назад пенсионеры очень активно шли на вакцинацию, то сейчас эта волна стихла. И в этой категории граждан меньше половины сделали полный курс вакцинации. Это неправильно, потому что они по-прежнему находятся в группе риска. Всего в Щелковском округе переболело около 7,5 тысяч граждан, перенесли заболевания. Но на сегодняшний день по-прежнему наш ковидный стационар заполнен. У нас 95 мест занято, 13 человек находятся в реанимации. И учитывая то, что по-прежнему остается опасность заражения, актуальность вакцинации остается ничуть не меньше, чем это было в пик развития прежней волны или этой волны. А если еще учесть, что сейчас другой вирус, не другой, мутация произошла, и вот этот вирус более активный, чем в прежнюю волну, и имеет свои особенности в части распространения и в части течения заболевания, то вакцинация по-прежнему остается актуальной. И не надо откладывать на потом. В общем-то, я думаю, что вакцинация – это практически единственная надежная защита. Конечно, мы уже об этом говорили. Никто не гарантирует, что человек, который прошел полный курс вакцинации, вообще не заболеет коронавирусной инфекцией. Но перенести ковид в виде легкой формы, в виде простого острого респираторного заболевания или получить осложнение на легкие с реабилитацией длитностью более полугода – это вообще большая разница. Поэтому вакцинация важна и необходима. Как вы уже сказали с того момента, как мы вообще узнали о коронавирусе, он мутировал, появляются новые штаммы. Штамм Дельта. Давайте поговорим о нем. Почему мы сегодня о нем вспоминаем? И в новостях каждый раз приходят новые сообщения, что уже маленькие дети страдают совсем. Расскажите немножко о новом штамме, как мы его ощущаем. Да, вот эта мутация Дельта действительно изменила свойства коронавируса. Он стал более заразным. По некоторым медицинским, статистическим данным, активность этого вируса в части инфицирования выросла примерно в 8 раз. Ну, то есть, если раньше при контакте один человек заражал 2-3, ну, 2,5, не скажешь 3, да, то сейчас один человек при контакте заражает 7-8 человек. Вирус стал более агрессивным. Ну, это в части распространения. Но самое неприятное в том, что этот вирус нашел лазейку среди молодых людей. И сейчас основная, у нас раньше болели молодые, но все-таки они в основном переносили в легкой форме. То сейчас основная часть людей, которые попадают в стационары, которые имеют осложнение, это люди от 40 до 50-60 лет. Пенсионеров, пожилых людей стало меньше среди тяжелых больных. Есть некоторые особи... Да, начали болеть дети, к сожалению. Чаще стали болеть беременные женщины. Это очень важно. Я думаю, что мы об этом еще поговорим. Тем же штаммом, да, именно в силу его агрессивности. На сегодняшний день в Москве и Московской области больше 88%, это вот вчерашние данные, это выявление штамма Дельта. То есть в основном этот штамм вызывает коронавирусную инфекцию на сегодняшний день. К сожалению, и смертность среди молодых растет, и заболеваемость среди молодых растет. Но утешает, опять же, я возвращаюсь к вакцинации, утешает только то, что вот в нашей Щелковской больнице 95 человек на сегодняшний день на госпитализации. Среди них нет ни одного привитого. И это основной аргумент, который должен убедить людей все-таки принять решение вакцинироваться. Не суть, важно заболеть или не заболеть коронавирусом. Важно не иметь осложнений. А от осложнений, в том числе при заражении этим штаммом, наша вакцина защищает. Мы сейчас говорим о спутнике ВИ, да? Да, мы говорим о спутнике ВИ. Это самая доступная, самая широко распространенная вакцина. Эта вакцина признана на сегодняшний день больше, чем в 40 странах мира. Мы абсолютно уверены в ее надежности и в ее безопасности, что немаловажно. На сегодняшний день вы видите разницу между ситуацией в России, в которой идет прививание именно спутником ВИ, и разницей с другими странами, в котором другие вакцины. Да, у них тоже высокая эффективность, но не такая высокая, как спутник. И спутник, что самое важное на сегодняшний день, доказал свою эффективность против вируса штамма Дельта. Ну, многие спрашивают, а когда же будет облегченная версия спутника ВИ и спутник ЛАЙТ? Вообще, стоит ее ждать? Или не стоит? Не тратит это драгоценное время? Нет, ну, можно и ждать, конечно. В русскую рулетку многие любят поиграть. Спутник ЛАЙТ – это хорошая вакцина. Собственно говоря, это первый компонент спутника ВИ. Стоит ли ориентироваться на прививание вот этой облегченной, так сказать, вакцины? А зачем? Для того, чтобы сформировать неполный иммунитет. Первая инъекция спутника ВИ формирует через три недели примерно 55-60% активного иммунного ответа. Да, человек уже защищен, но защищен не полностью. Вторая инъекция спутника ВИ стимулирует уже адекватный, выраженный, сильный иммунный ответ. Зачем останавливаться на одной инъекции, смысл в этом какой? Мы на сегодняшний день знаем, что вакцина безопасна, что вакцина не имеет никаких осложнений. Говорить о поствакцинальной реакции в виде однодневного ухудшения самочувствия, я думаю, что не стоит, потому что это характерно вообще для всех вакцин. В свое время разговор о спутнике Лайт шел для того, чтобы создать вакцину или, скажем, вариант вакцины для ревакцинации. И сейчас уже мы задумываемся о ревакцинации, потому что через полгода надо принимать решение о повторной вакцинации. Вакцинация проводится, на сегодняшний день ревакцинация проводится всеми доступными вакцинами, в том числе Лайтам, но в Щелковском районе у нас спутник ВИИ. И ревакцинацию мы проводим своей обычной, привычной вакциной. То есть я правильно понял, для тех, кто вакцинировался в декабре, вот этот срок наступает, и медицинское сообщество рекомендует пройти уже ревакцинацию. К сентябрю, да, к сентябрю надо задуматься о прохождении ревакцинации. Это должен быть полный этап также, да? Полный, да. Две инъекции через три недели. В каком случае вообще прививает спутник МЛайт, если тему эту закрыть, кому она вообще изначально была показана? Изначально спутник Лайт создавался, вернее, испытывался на его эффективность для применения его в больших организованных коллективах молодых здоровых людей. Ну, то есть в основном это армия, конечно. Ну, может быть, студенты. Но она дает эффект на более короткое время, и интенсивность иммунного ответа меньше. И поэтому, когда речь идет о организованных там, ну, скажем, коллективах с ограниченным спектром общения, армия, тогда она вполне себя оправдывает. Когда мы говорим об обычной жизни, люди мигрируют, ездят, отдыхают, общаются друг с другом, вот, то зачем делать облегченный вариант вакцины? Как бы смысла в этом большого нету. Поэтому она сейчас не очень доступна, то есть ее просто мало очень поставляют. И в протоколе по ревакцинации указан все-таки наш привычный, обычный спутник ВИ, в котором мы уверены. Скажи, Татьяна Петровна, а ревакцинация сама по себе, она сейчас возможно выполнить в наших учреждениях здравоохранения? Да, да, она уже идет, уже в течение месяца мы проводим ревакцинацию. Запись обычная, такая же, как на вакцинацию, в базе данных вся информация есть о предыдущей полной прививке. Вот, и поэтому никаких проблем нет, у человека записывается, приходит на ревакцинацию, получает второй, ну, так сказать, ковидный паспорт, второй сертификат. Это можно сделать как в мобильных пунктах вакцинации, так и в стационарных? Это в стационарных, по месту жительства, в поликлиниках, по месту прикрепления. То есть пока только первый вариант? Ну, а сейчас мы ответим наиболее часто задаваемые в соцсетях вопросы граждан. Человек выполнил первый этап вакцинации, заболел ОРВИ, когда следует приступать уже к следующему этапу? Значит, да, после первой прививки, ну, как при любом попадании чужеродного вилка в организм, конечно, какое-то время общий иммунитет, ну, недлительное время, там, около 10 дней, он немножко снижен, и люди могут заболеть и острым реставраторным заболеванием, могут заболеть и коронавирусом, если контакт был до прививки. Значит, надо вылечиться, пройти лечение, выждать одну неделю, и можно идти делать вторую прививку. После второй инъекции вот такого вот волнообразного снижения иммунитета уже нету. Вторая инъекция, ну, в идеале она делается через 3 недели до месяца, но если вторая инъекция будет сделана еще на 4 недели позже, ничего плохого не произойдет. Это будет вариант ревакцинации. Единственное, если человек после прививки, после первой инъекции заболел коронавирусом, и это заболевание подтверждено, что это был ковид, то есть ПЦР-тест был положительным, и он выздоровел. Ну, конечно, выздоровел, потому что после прививки тяжелых болезней не бывает. Вот, то вторая инъекция ему не показана, потому что, собственно говоря, моделью второй инъекции прививки была вот та самая коронавирусная инфекция, с которой он встретился. Вот, поэтому после ОРЗ через месяц, через полтора человек может сделать никаких проблем после коронавируса, вторая инъекция не нужна. Начинается вторая прививочная кампания против гриппа. Вот сейчас, если говорить о беременных женщинах, как им стоит в этот период делать прививку как от коронавируса, так и от гриппа? Что вы посоветуете? Ну, да, действительно, скоро уже стартует кампания прививочная от гриппа. Отказываться от прививки от гриппа не стоит, потому что никто, собственно говоря, эпидемию гриппа не отменил, к сожалению. Хотя по 2021 году мы видим, что по концу 2020-2021 года мы видим, что коронавирус вытеснил гриппозную эпидемию. Но такое бывало и раньше. И раньше бывало, что эпидемия гриппа не достигала больших каких-то высот, и мы проходили этот период спокойно. Интервал между прививками должен быть не меньше месяца. Поэтому, задумавшись о том, какую прививку делать, в первую очередь надо сделать прививку от ковида, от коронавируса, а потом, выждав месяц, сделать прививку от гриппа. Особенно, если речь касается тех людях, которые работают с большими контактами. Детские сады, школы, какие-то общественные организации. Программа долголетия Подмосковья активно у нас действует. Там большие группы населения собираются. Задуматься о прививке от гриппа тоже стоит. Что касается беременных. Беременных мы пока не прививаем по-прежнему. Но если человек планирует беременность, то за 2-3 месяца до плана надо сделать эту прививку. Потому что, к сожалению, штамм дельта поражает беременных больше, чем в прежние волны. И сейчас у нас много госпитализируется людей, женщин, у которых вот уже там ребеночек растет. И опасно это в том числе и для малыша, к сожалению. Если в прежнюю волну была такая надежда, а потом даже уверенность в том, что через плаценту не проходит коронавирус. И детки рождались здоровыми. То сейчас уже на 100% такой уверенности нет. К сожалению, есть случаи, когда ребенок рождается зараженный коронавирусом. Более агрессивный штамм. Но беременным, поэтому до беременности надо сделать прививку. Если беременность уже наступила, значит, надолго, на беременность плюс период кормления придется строго-строго соблюдать все санитарные меры безопасности. Это действительно ограничение контактов. Это действительно маски. Причем лучше не медицинская, а лучше специализированная маска. Это очень частое мытье рук. Ну, перчатки у нас не особенно активно носят. Но в транспорте лучше все-таки применять перчатки и максимально ограничить контакты. Но, к сожалению, пока так, потому что это представляет опасности для малыша. Поэтому сначала нужно сделать вакцинацию, а потом подумать о ребенке. Говорим спасибо участнику сегодняшней программы о здоровье, в которой мы говорили о вакцинации, о том, как она проходит в нашем городском округе. Заведующий Щелковском центром здоровья областной больницы Татьяна Петровна Колосова. Спасибо. Спасибо вам. И обязательно сделайте прививку. Мы делим на понялок. В uncond armокете. Therefore, início hindere, тройкачки, bravo.